Мы продолжаем прямой эфир программы «В центре внимания». Сегодня мы говорим о Дальневосточном медиа-саммите. У нас в гостях Виктор Суханов, председатель Приморского отделения Союза журналистов России, Андрей Островский, сопредседатель Приморского отделения Союза журналистов России и главный редактор новогазетов «Владивостоке» и Виктор Старицын, советник губернатора Приморского края Владимира Владимировича Миклушевского. И мы обсуждали вопросы перед коммерческой палубой. Мы говорили о том, что умрет или не умрет печатная пресса. Есть такое ожидание у всех, кто увлекается интернетом, телевидением и же с ним, что газеты скоро умрут. Вот Виктор Викторович, один из последних приверженцев печатной прессы, Виктор Викторович, скажите, когда газеты умрут? Звучит как последний из магикан. Вообще, я думаю, что слухи о скорой смерти печатных изданий сильные преувеличены. Во всяком случае, произошла такая аберрация. Я сам 20 лет работаю в газете, в газете «Конкурент». И в данное время имею отношение к целому ряду других печатных изданий, которые в Приморском крае находятся действительно в серьезном кризисе. К этому привел целый ряд факторов. Сейчас об этом говорить смысла нет. Действительно, печатный сектор находится в серьезном кризисе по всей России. Да, по большому счету и во всем мире. То же самое в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Но мир вообще подвержен трансформации. Все вокруг меняется. Почему бы не меняться и рынку СМИ? Происходит переструктурирование рекламного рынка. Следом происходит изменение на рынке и медиа. Появляются новые форматы, новые носители. Об этом обо всем подробно и глубоко мы будем говорить и думать на медиа-саммите. Но, что касается печатных СМИ, они живы и будут жить. Они будут жить еще долго. Во всяком случае, в Америке, в Японии, в Корее, в Европе везде живут газеты. Они находят для себя ниши и живут. Они востребованы. Хотя там-то уж уровень проникновения и уровень развития интернета и всех этих технологий высоких выше, чем у нас. Ну, не знаю. Я, во всяком случае, точно могу вам сказать, что я привык больше не в интернете открывать что-то, а вот пальцами щупать вот это вот утром медиа. Тактивные ощущения. Я не могу по-другому читать массу газет. Я не буду сейчас каждую из них рекламировать. Но у меня до сих пор привычка каждую неделю, в субботу, покупать определенную газету. Вот мы сейчас... Но у молодежи такой привычки действительно нет. Вот как сделать... Вот, коллеги, вы же все работаете или имеете уж огромную причастность к газетному делу. Как сделать так? И будет ли обсуждаться в нашем медиа-саммите вот этот вопрос? Как сделать так, чтобы молодежь... Ведь у каждой газеты существует вполне себе конкретный сайт во всемирной сети. Значит, и давайте, как сделать так, чтобы они не там это читали, а вот вернули вот это вот тактильное ощущение? Знаете, здесь очень, так сказать, такая простая, банальная истина есть. Как про корову. Чтобы корова давала молоко, там много. Надо, наверное, корову много кормить, и будет, собственно, результат. То же самое с чтением газет и книг. Необходима культура чтения газет и книг. Если культуры нет, то мы, собственно говоря, об этом забываем. Поэтому мы, в том числе, об этих вещах и будем разговаривать. У нас будет такое интересное направление. Дискуссия целая, такая панельная, не панельная. Культурные коммуникации и медиа. Ну что это такое, да? Вот построили там театр, оперы и балеты. Мы порассуждаем с, собственно говоря, с работниками культуры, представительной медиа, о том, как инструментами, собственно, культуры, мы можем изменить реальность. Она реально меняется. Вот театр оперы и балеты, вот Чуркин. Мы замечаем, что там растет стоимость жилья. Мы замечаем, что там меняется контингент, если так можно, конечно, грубо называть людей. Понятно, что маленький человек, которому там 5-6 лет, если его начать водить в оперу, то, наверное, годам... Это будет лучше, чем его не водить в оперу. 14-15-15, наверное, он будет, так сказать, очень сильно хорошо разбираться в некоторых опросах мировой художественной культуры. То же самое, собственно, и газет. Хотя Старбендер говорил, собственно говоря, говорил одну простую вещь, если вы помните. Людей, которых не читают газет, я убивал из рогатки. Я, конечно, не призываю из рогатки, собственно говоря, молодежь убивать, но, тем не менее, знать, понимать, что происходит в твоей родной стране, нужно на самом деле. Это можно, понятно, и с интернетом, и с какими-то еще вещами, но чтение обладает одним приятным свойством, которое человек только потом осознает. Она, чтение, учит логическому мышлению. Все рассуждают про интернет, что в интернете мы все знаем. Да, безусловно, это большая такая библиотека знаний. Но человек учится анализировать, сопоставлять факты исключительно с помощью чтения, с помощью печатного текста. И преимущественно происходит, собственно, с газеты. Библия была первым, собственно, печатным изданием, если про это мы говорим. И на этом мир стоит. Поэтому об этом нужно говорить, об этом нужно дискутировать, и, безусловно, не заставлять читать. Нужно прививать в ту любовь, объяснять, почему это необходимо делать. Ну, что касается... Извините, Виктор, но именно вы, никто как иной, в свое время из газетного СМИ перешли в интернет-СМИ, и очень замечательно... И немаленький ущерб нанес газетному делу. Да, и именно сейчас у нас... Развив в свое информагентство. Мы все читаем ваше замечательное агентство, не буду его здесь упоминать. И вы так все знают, прямо медиа. Хорошо. Спасибо большое за лестные слова. Я-то вот скажу, мы же с этой ритмой очень долго работали. И оттуда все были, между прочим. Все же, кто первый там писал, они же были именно из газетного дела. И вы же... Ну, это естественно. Давайте так скажем, что вот медиа-саммит, который мы сейчас делаем, и дальше будем с коллегами делать, это, наверное, будет такой возврат долгов, что ли. Моей, так сказать, первой профессии, или первой работе, потому что мы, Тиктор Викторович, вместе поступали на факультет журналистики, и вместе работали в газете в той же самой конкуренте долго. Андрей Владимирович, к чему я просто веду. Какие, на ваш взгляд, могут на вот этом медиа-саммите сейчас быть продемонстрированы нестандартные ходы подачи информации? То есть, вот он, Виктор, значит, в свое время очень просто поступил, из газеты новости сделал, значит, прямомедиа. Ну, почти из газеты новости, будем так говорить, сделал прямомедиа. Не совсем так, попытный поворот. Да, да, не совсем так. Ну, да, не совсем так, но хорошо, ну, почти. Значит, Андрей Владимирович, вот на ваш взгляд, какие сейчас могут быть нестандартные повороты развития всего нашего дела? Мне кажется... Из прямомедиа сделать газету? Да, обратно, конечно. Данил, мне кажется, что у нас такая профессия, в которой вот такие вот, когда обсуждаем внутри профессиональные вещи, вот такие вот прямые вопросы, которые требуют математических ответов, их просто не существует. Когда вы чуть выше спрашивали, как сделать так, чтобы молодежь стала читать, я думаю, что никто в мире не придумал этот рецепт. Нет такого рецепта. Это повседневная работа, суетная, складывающаяся разных мелочей, своим путем идут там за океаном, за речкой, там, не знаю, в Европе, мы здесь пытаемся как-то двигаться. Но когда вопрос ставится с математической четкостью, как сделать так, или какие вот будут, нет этот вопрос-ответа. Это уже самое, как мы объясняем студентам, что есть законы в профессии журналистика? Нет никаких законов. Есть законы СМИ, есть законы уголовного кодекса, уголовного процессуального кодекса, нормы хорошего русского языка. Все, других законов нет в нашей профессии. Также если мы будем говорить о том, что вот как... Это как раз и есть повод для дискуссии, потому что никто не владеет полной истиной и четкими формулами, что я сейчас вас научу всех жизни. К счастью, у нас нет таких людей в нашей специальности, их просто нет. Почему же есть отдельные личности? Ты меня потом с ними познакомишь, Виктор Ильич? А вот обменяться опытом, что называется, и послушать друг друга, потому что тут же, что очень важно, что независимо от возраста, вот мне там уже скоро к 60 ближе, но я, допустим, в некоторых интернет-технологиях ничего не понимаю, буду лучше слушать молодых, которые мне, может, глаза приоткроют маленькие, чем-то мне старого дурака научат. С другой стороны, я, наверное, чуть больше не знаю в производстве газетного, что-то еще там. Это взаимный обмен, это взаимный... Это вот очень важно питательный бульон, питательная среда. В этом, кстати, смысл медиасаммита. Конечно. Общаться, общаться, еще раз общаться, разговаривать. Как в телевидении. Одно спрошло на телевидении. Я вот ничего в телевидение не понимаю, я тут даже не лезу, потому что я не понимаю, как это все делается у вас. Хорошо. Надеюсь, на медиасаммите же будет работать такая секция, правильно же? Несколько. И в этом году даже наши уважаемые телеоператоры, которые всю жизнь остаются, значит, за кадром, ни с чем, потому что их заставляют работать нещадно, собственно, все эти события освещать. В этом году мы договорились, что большая часть сотрудников телеоператоров ОПТР и ОТВ, так сказать, смогут, если, конечно, захотят, посетить различные, собственно говоря, секции и мастер-классы, признанных специалистов в отрасли, для которых, собственно говоря, мы их на основании их пожеланий приглашаем из нашей Белокаменной и иных городов, где сосредоточены там профессиональные кадры. Я уверяю вас, захотят однозначно. Я за государственную телевизионную радиокомпанию не буду говорить, за общественную телевизионную, конечно, скажу, наверное, ну, захотят. Значит, ну, хорошо, вот для тех, кто работает, это понятно, а вот отдельная площадка для молодых будет ли в этом году на медиасаммите тот, кто еще студентом является. Ведь мы же берем площадку для проведения саммита Дальневосточного федерального университета, где вполне себе готовят, ну, как бы сказали, смену нам всем. Вот для этих ребят молодых есть ли отдельные площадки, или они снова волонтеры? Я на них бы не стал бы смену сейчас вот так вот сразу, я пока еще поработал бы. На самом деле... Интернет очень, кажется, сегодня, прошу прощения, ответить, он недавно читал там лекцию, открытую, я знаю, выступал между студентами. И, наверное, ему есть что сказать, но она чувствует, что студент хочет. Да, прекрасные ребята. Сейчас много критикуют современную молодежь, будто бы она ничего знать не хочет, ничему не учится, в газетах работать не хочет, а хочет работать в интернете. И отличные ребята, умные, со светлым взглядом. И если газетные редакции смогут предоставить для них интересные площадки для деятельности, они будут работать в бумаге, как у нас говорят, они могут работать в интернет-редакциях, не имеет значения, на телевидении. Да прекрасная молодежь. И во все времена, а времена, как известно, всегда одинаковые, был определенный процент оболтусов, и всегда были люди талантливые, в которых искра Божья есть. Нас вектор Ильичем взяли на факультет журналистики Божией милостью с полупроходным балом, за что мы до сих пор благодарны ныне уже покойному, конечно, нашему преподавателю Михайловичу Шинковскому. Поэтому оболтусы мы или не оболтусы там. Ну, в свое время ведь из молодежных редакций даже нашего приморского телевидения вышло немало ребят, которые начинали там, потом росли-растили-растили. Сегодня на общественном телевидении Приморья выходит замечательная программа «Формат молодых». Ну, на мой взгляд, она замечательная. Но все-таки отдельная площадка для ребят молодых, она будет или им нужно будет как-то встраиваться, интегрироваться в этот процесс, который будет внутри. Понимаете, одно дело, когда вы производите продукт для молодежной аудитории, да, как телевидение там или как газета производит некий продукт для молодежной аудитории. Это совершенно другое дело, когда мы идем в речь внутри профессионального сообщества. Вот только что сказал, Виктор Викторович, я готов разделять его взгляды. Как раз наоборот, что есть молодые ребята, у которых не зашоренные мозги, как у многих и нас, не затертые уже, не заштампованные, а свежий взгляд. Почему это относится к молодым, если человек толковый с божьей искрой? Я думаю, что если это будет интересно для студентов, тут надо еще добавить, что у них вообще-то сессия в разгаре будет. 9-10 июня, сессия в разгаре. Но если им это будет интересно, насколько я знаю, у нас нет закрытых дискуссий, закрытых круглых столов. Андрей Вадимович предложил вариант такой, что мы... Можно приходить в любое помещение, вставать у стенки, садиться на ступеньки, слушать, как... Вот, например, у студентов театрального факультета, они приходят в театр на каком-нибудь гастролю, они сидят на ступеньках, они не против, что им дали билет в портер. Если тебе это интересно, приходи и слушай, впитывай, задавай вопросы. Насильно мил не будешь. И поэтому я не думаю, что уже специально для них что-то организовывать. Да и специальная система высшего образования. А встроиться в медиасаммит и найти себе что-то там интересное, если есть позыв к этому, то... И не только представители профессионального сообщества, не только студенты факультета журналистики могут и должны приходить на медиасаммит. А все, кому интересно, медийная сфера, взаимоотношения медиа и общества, власти, общества медиа, аспектов очень много, политологи и кто угодно еще, все имеют право и должны приходить. Мы с вами два медиа. Вот мы с Андреем Вадимовичем два медиа, с Игорем Викторовичем мы медиа, он медиа, он, собственно, я медиа, если рассуждать в широком понимании. Мы сами по себе, на самом деле, такой медийный велосипед, который транслирует в пространство там определенные мысли, получаем ответ на наши, собственно говоря, посылы, если посылы интересны. Соответственно, возникает такая эмоциональная там медийная связь. Поэтому с точки зрения там коммуникации, мы говорим шире. Это коммуникационная площадка про все на самом деле. Это может быть широко, но вот несколько направлений мы взяли наиболее важных, на наш взгляд, на взгляд сообщества профессионального. И поразмышляем, что, как, зачем, почему. Потому что разговаривать просто о журналистике, наверное, не совсем будет правильно. Ведь есть еще благосфера очень мощная. Есть, допустим, люди, которые увлекаются там модным, нынче, инстаграмом. У некоторых местных, собственно говоря, любителей всех этих вещей в инстаграме, правда, не силен в этом, 50-30 тысяч подписчиков в инстаграме. Представляете, какая-то мощная аудитория. Она превышает аудиторию сайтов, газет, телекомпаний. Это очень мощный такой элемент воздействия. Очень мощная медиа. Очень интересно посмотреть, как они это делают. Какая там обратная связь. Что с этим, собственно говоря, можно делать. Каким образом она там работает. Все-таки, медиасаммит. Он точно ли будет площадкой для всех? То есть не только для журналистов. Вы уверены в этом? Для всех совершенно. Это открытое мероприятие для свободных людей. Есть что сказать. Приходи и говори. И никто тебя не остановит на входе. Послушай других умных людей. Выскажи свои умные мысли. И все это в конечном итоге может послужить на пользу не только медиасфере, но и всему обществу. Мы часть этой ткани общества. И одновременно мы ее ткем в каждый конкретный момент все вместе. Я бы обратил внимание на очень важное слово, на которое сейчас акцентировал Виктор Викторович. Он говорил, послушай умных людей и сам выскажи умные мысли. Что, конечно, мало интересует пустой турек, пустые разговоры о значении журналистики, о том, какие мы все велики. Это никому не надо. Это никому никого не интересует. Нужно говорить о каких-то конкретных вещах, о проблемах, которые нас сегодня волнуют. О какие возможны пути их решения, которые далеко не все видят. То есть очень важно, чтобы это был умный разговор. Очень содержательный, профессиональный. Тогда все будет хорошо. Люди должны разговаривать друг с другом. Если у нас есть диалог, а не монолог. Если мы разговариваем, мы слушаем друг друга, в итоге мы приходим к какому-то решению. Даже если это спор. Чем больше мы разговариваем, тем больше мы приходим к какому-то решению, консенсусу. Это очень важно. Потому что рассуждать о каких-то нравственных императивах и при этом самому быть не совсем в белых одеждах, это, наверное, нехорошо. Если мы разговариваем, дискутируем, приходим к какому-то решению. Иначе движемся мы дальше. Я мысль, значит, я существую. Вот смысл именно в этом, на самом деле. И тут еще один важный акцент. Вот тут Викторий Викторович так скоро вспоминал, что есть люди, которые умнее нас всех, и готовы нас всех научить. Ну, можно только посмеяться. Откройте секрет, Викторий Викторович. Да, можно только посмеяться. Тут, на самом деле, еще очень важная вещь, что на саммите, вот на прошлом, в частности, да и на этом, я надеюсь, будут газеты, представляющие, опять же, достаточно широкий спектр политических взглядов, конкурирующих с друг с другом в одной, грубо говоря, какой-то нише. Ну, вот условно говоря, конкурент, это золотой урок к меру. Почему нет? Тут самое главное – уважительное отношение. Спокойное уважительное отношение друг к другу. Может, мы придерживаемся разных взглядов. Может, мы, конкуренты, бьемся за одну же рекламу, за одних же читателей. Но это не значит, что мы должны друг друга оскорблять, что-то как-то вообще, не знаю, заниматься какими-то глупостями. У нас как раз и в прошлый раз, и в этот раз, общение, надеюсь, будет построено таким же образом, на достаточно внимательном и уважительном отношении. Это принципиально. Ну, как и разные политические партии могут вести свободную дискуссию, так и различные СМИ. Одна минута у нас осталась. Виктор, все-таки во что должен вырасти медиасаммит? Третий, четвертый, пятый и далее. Ну, да, мы надеемся, что эта площадка будет жить, так сказать, развиваться, потому что есть интерес. Уже на данный момент почти 700 человек зарегистрировалось на медиасаммит. Но эта цифра превышает прошлогодний показатель уже полтора раза. Если так, по динамике смотреть. Соответственно, интерес есть. По что я должен превратиться? В одну большую коммуникационную дискуссионную площадку, на которой обсуждаются различные, собственно, вопросы о современности, о политике, об экономике, об искусстве. Да бог его знает о чем. О нравственности. И выработка определенных решений, которые мы можем применять, так сказать, для своей жизни в дальнейшем. Спасибо большое, коллеги. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам на эфир. Это был проект в центре внимания. До свидания и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова